Тверские волонтёры штаба помощь Донбассу отправили в зону СВО очередную партию груза. На этот раз отправка вышла небольшой по объёму, зато очень ценной. Главной составляющей стал портативный рентген-аппарат. Подробности у нашего корреспондента. В новом помещении Тверского волонтёрского штаба помощь Донбассу идёт сверка состава очередного гуманитарного груза. У крыльца уже ждёт грузовик. На этот раз коробок немного, но зато в них поистине ценные предметы. Например, здесь, в этих коробках, ждёт погрузки портативный рентген-аппарат. Мобильный рентген, который можно из помещения в помещение передвигать, 100% поступающих раненых, все проходят через рентген и через УЗИ. Таким образом, мы можем понять, где осколки находятся, количество этих осколков. А так как основная сейчас травма — это минозрывные и осколочные ранения, то это вещь первой необходимости. Стоимость такой техники больше полутора миллионов рублей. Собирали средства. Всем миром рассказывает основатель Тверского волонтёрского штаба помощь Донбасса Ольга Левитина. Кроме того, в медицинские батальоны отправятся коробки с медикаментами для реанимации и расходные материалы для перевязочных. Хочется, чтобы труд врачей был максимально облегчён и средства перевязочные были современные. Это, с одной стороны, и труд врача облегчает, но и у пациента тоже процессы заживления проходят проще. Пусть коробок и немного, а вот список немаленький, рассказывает координатор Ольга Симонова. Запросы были не только на медицинское направление, но и на технические приборы и амуницию. Сегодня мы отправляем, как обычно, в несколько подразделений груз. Он очень разнообразный. У нас будет и медицина для медицинского батальона. Самый, наверное, объёмный груз будет для нашей тверской пехоты. Груз, он не очень большой, по объёму всего шесть коробок, но очень ценный. Там потому что будут баллистические шлемы, бронежилеты и очень важные радиостанции с антеннами. Здесь же и современные катские бронежилеты и многое другое. Объём, наверное, не такой большой. Мы отправляли и больше. Мы отправляли 20-тонники и 5 фур одновременно. Сейчас это объём не более одного КАМАЗа, но стоимость около 3,5 миллионов в общем. Собранных народных средств, это говорит только о том, что люди действительно на стороне нашей армии, на стороне военнослужащих. Кроме того, сейчас активно идёт подготовка очередной партии автомобилей УАЗ «Буханка» при поддержке регионального правительства. Уже в режиме ожидания отправки реанимационный автомобиль. Кроме того, большую помощь штабу оказывают и его участники. Это свыше 3,5 тысяч человек, которые объединились в одну большую команду в «Телеграм». Каждая из 100 рублей — это вклад в одну большую общую победу, в которой никто не сомневается. Продолжение следует...